Друзья, добрый день. Меня зовут Юрий Железняков. И в этом видео я расскажу о беспроводных наушниках Panasonic RZ-NJ320. Рассмотрим эргономику, качество звука, сферы применения, автономность и многое другое. Начнем с эргономики. Наушники я тестировал в разных условиях. Меня в первую очередь интересовала плотность посадки, чтобы наушники не выпадали при движении. Я пробовал в них бегать, кататься на велосипеде, квадроцикле, выполнял упражнения на турнике. За исключением упражнения подъем с переворотом, они удобны всегда. А при этом упражнение они перемещаются вперед. За время тестов наушники ни разу не вылетели из ушей. Кстати, именно для занятий спортом люди часто выбирают именно наушники с проводом, соединяющим левую и правую головку. Связано это с тем, что если вдруг наушники у вас все-таки выпадут, найти такие наушники будет проще. Для того, чтобы наушники хорошо сидели в ушах, каждый сможет выбрать для себя подходящие амбушюры. В комплекте их три пары. Мне подошел средний размер. Наушники надежно фиксируются за счет особой формы головки. У Panasonic это запатентованная разработка Ergofit Plus. Очень хорошо, что провод у наушников плоский, они не будут спутываться. Блок аккумулятора и управления имеют симметричные размеры и вес. Развесовка действительно отличная. При ношении эти блоки чаще всего будут лежать у вас на плечах, по сути снижая вес на уши. Если вы не используете наушники, можно соединить головки и переносить наушники в таком положении. Вес в этом случае не ощущается. Аккумулятор – очень сильная сторона данных наушников. Время автономной работы – в 18 часов. Полная зарядка занимает 3 часа. Быстрая зарядка всего 15 минут. И ее хватает на 90 минут работы наушников. Для зарядки используется USB Type-C. Это хорошо. Рассмотрим блок управления. Кнопки крупные, выпуклые. Хорошо считываются пальцами. Материал кнопок, как и материал блока, приятный. Отпечатки пальцев на нем не видны. Кстати, эти наушники выпускаются как в черном, так и в белом цвете. Управление стандартное. Одинарное нажатие на кнопки регулировки звука прибавляет или убавляет громкость. Удержание кнопок переключает трек. Центральной кнопкой можно поставить наушники на паузу. Также она включает и выключает наушники. Кстати, наушники сообщат вам степень оставшегося заряда. Для сопряжения с различными устройствами нужно на выключенных наушниках нажать и удерживать кнопку несколько секунд. После того, как индикатор начнет попеременно мигать синим и красным цветом, подключаем новое устройство на вашем смартфоне, компьютере или телевизоре. Для ответа на входящий вызов, если вы используете наушники как гарнитуру, также нужно нажать центральную кнопку. Для отклонения вызова нужно нажать дважды. Также этой кнопкой можно вызвать голосовой помощник. Теперь поговорим о качестве соединения и качестве звука. Наушники оснащены Bluetooth 5.0. Сигнал они не теряют на расстоянии порядка 10 метров. При использовании наушников в качестве гарнитуры звук действительно очень хороший. И собеседника слышно отлично, и собеседник меня слышит замечательно. Теперь главное. Для оценки качества звука я пользовался смартфоном, телевизором, компьютером. Музыку разных жанров брал в основном на Spotify. Наушники дают хорошую звуковую сцену, инструменты не смешиваются в кашу. Бас отличный, и, наверное, это заслуга фирменной системы XB-S и больших драйверов размером 9 миллиметров. Средние частоты прорисовываются отчетливо, верхов немного не хватает, но тут, видимо, акцент именно на нижние частоты, на бас. Очень понравилась объемность звуковой сцены. Ее действительно не часто встретишь в наушниках этой ценовой категории. В наушниках применяются кодеки SBC и AAC. Задержку по звуку, кстати, я не услышал, хотя наушники не позиционируются компанией как игровые. Подведу итог и выделю плюсы и минусы наушников RZ-NJ320. Плюсы. Качество звука. Особенно баса и объемность звуковой сцены. Действительно отличная эргономика. Хорошая автономность. А также отличное качество микрофона. Минусы. Все же небольшой недостаток верхних частот. Наушники сделаны с акцентом на бас. Ну и к недостаткам этого форм-фактора я отнесу, что некоторые упражнения, например, поделок с переворотом, в них делать не так удобно. Но это уж я по большому счету придираюсь. Больше информации о наушниках вы сможете найти на сайте производителя и plaza-panasonic.ru Прямую ссылку на карточку модели я оставлю в описании под роликом. Если видео показалось вам интересным и полезным, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Ну а в комментариях вы всегда можете задать ваши вопросы или написать мнение о этих наушниках, если такие у вас уже есть. Спасибо за ваше внимание. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!